Многие из нас смотрели фильм «Самый быстрый индиан». Очень добрая и честная история, замечательная актерская игра, красивые кадры. Этот фильм знают и любят как мотоциклисты, так и простые и смертные. Но сегодня я хочу рассказать вам не о фильме, а о том человеке, которого сыграл Сэр Энтони Хаткинс, а именно о главном герое этой художественной ленты, о Берти Монро. Берти Монро родился в городе Инверкаргил, что находится на острове Южный, Новая Зеландия, в 1899 году в семье фермера. У него могла бы быть сестра-близнец, но она скончалась при родах. Врачи говорили родителям, что он скорее всего тоже умрет, не дожив и до двух лет. Но, к счастью, они ошибались. Берти Монро вырос на ферме, но с детства его пленила страсть к скорости. Так, несмотря на сетование своего отца, он начал гонять вокруг отцовской фермы на их самых быстрых лошадях. Юность Берта Монро пришлась на начало 20 века, золотое время технического прогресса. Поезда, самолеты, автомобили, мотоциклы – все это завораживало будущего гонщика, и Берт решил посмотреть на мир, который находится за пределами фермы. Берт решил пойти в армию, как только станет достаточно взрослым для этого. Для него это был шанс увидеть мир. По окончании Первой мировой войны Берт вернулся к своей семье. К тому времени его отец уже продал ферму. Тогда Берт Монро устроился на стройку тоннеля Атира. По тем временам, один из самых длинных тоннелей, соединял поселки Атира и перевал Артура в Южных Альпах Южного острова Новой Зеландии. Длина тоннеля составляла 8,5 километров. Тоннель строился с 1907 по 1923 годы, пока отец снова не купил ферму и не позвал его работать на ней вместе. В 1915 году, когда Берту Монро было всего 16 лет, он купил свой первый мотоцикл. Это был Дуглас, британский мотоцикл с необычным по сегодняшним меркам двигателем. Оппозитная двойка, но не продольная, а поперечно установленная в рамы. В 1919 году Берт купил другой мотоцикл, Члына. Сняв с него коляску, Берт отправился на местный гоночный трек, покорять рекорды скорости. В 1920 году, в возрасте 21 года, Берт покупает тот самый судьбоносный мотоцикл. «Индиан Чоут» с номером на картере 5АР-627. Это был один из самых первых скаутов, выпущенных компанией «Индиан». 600 кубических сантиметров рабочего объема, 42 градуса. Развал цилиндров V-образной двойки, третьих ступенчатая коробка передач, ножный привод сцепления, карт-тейл сзади иресора с 2-дюймовым ходом вилки спереди, а также цепная передача на колесо. Весьма непривычное решение для мотоцикла в той поры, в то время большее распространение имел временный привод. Тот самый мотоцикл, с которым наш герой не расстанется всю жизнь, будет его самостоятельно дорабатывать и побьет на нем множество рекордов скорости. Переделывать свой «Индиан Берт Монро» начал в 1926 году, используя самодельные инструменты. Он самостоятельно изготавливал различные детали двигателя. Поршни, например, он отливал в консервных банках, используя собственный рецепт сплава. Два кусочка «Шевроли» и два кусочка «Форда», говорит герой Энтони Хапкинса в фильме. Цилиндры Берт изготавливал из старых водопроводных труб, оставшихся после замены трубопровода. По его словам, трубы, пролежавшие в земле, были выдержанными. Шатунный Берт изготавливал из осей от тракторов Катерпимор. Он сам изготовил для мотоцикла новое сцепление, маховик, четырехклапанные головки цилиндров с верхним расположением клапанов, систему смазки. Старая рессорная велка отправилась в резерв, а ее место заняла велка-сприндер от мотоцикла «Индиан Принц». Покрышки «Сликий Берт» также изготавливал самостоятельно, срезая лишнее со стаковых покрышек острым ножом, что также показано в фильме. Свой мотоцикл Берт называл «Монро особой». К тому времени Берт Монро стал профессиональным спидвей-гонщиком. Вскоре началась великая депрессия, и Берт снова вернулся в семью, на отцовскую ферму. Затем он нашел работу механиком и продавцом мотоциклов. От спортивной карьеры Берт отказываться не стал, и продолжал участвовать в заездах по пляжу Арити, а затем и в Мильбурне. Чтобы успевать зарабатывать деньги и работать над мотоциклами, ему приходилось работать до вечера продавцом, а всю ночь проводить в гараже, занимаясь своей техникой. В то время у Берта Монро был еще один мотоцикл. Велочетти МСС 1936 года выпуска, на котором он также участвовал в гонках. С этим мотоциклом Берт проводил точно такую же работу, как и с Индианом. Переварил раму, самостоятельно изготавливал детали двигателя, дорабатывал подвески, установил самодельные покрышки с лики. Объем двигателя вырос до 650 кубических сантиметров. Масса мотоцикла была значительно снижена. Свою велочетти Берт использовал по большей части для заездов по прямой, на максимальную скорость. В конце 40-х годов, после развода с женой, Берт перестал работать продавцом-механиком и заперся в гараже. Теперь все свое время он посвящал доработке Индианы Велочетти. Берт продолжал экспериментировать с различными материалами, применяемыми в конструкции своих мотоциклов. Также, для них он изготовил стеклопластиковый обтекатель, стараясь уменьшить лобовое сопротивление. В итоге, от стакового скаута осталось совсем мало, но на картере все время можно было видеть один и тот же номер. Начиная с 40-х годов, Берт Монро установил множество рекордов Новой Зеландии. Заезд на полмиле. Дорога, класс, без ограничений. Монро особый индиан. 99.45 миль в час. Чантербуре, 27 января 1940 года. Заезд на полмиле. Дорога, открытый класс. Монро особый индиан. 120.8 миль в час. Чантербуре, 27 января 1940 года. Заезд на полмиле. Дорога, класс, 750 кубических сантиметров. Монро особый индиан, 143.6 миль в час. Чантербуре, 13 апреля 1957 года. Заезд на полмиле. Пляж, открытый класс. Монро особый индиан, 131.38 миль в час. Орети Бич, 9 февраля 1957 года. Заезд на полмиле. Пляж, 750 кубических сантиметров. Чласс. Вилла Четти, 600 кубических сантиметров. 129 тысяч 78 миль в час. Орети Бич, 16 декабря 1961 года. Заезд на полмиле. Пляж, класс, 750 кубических сантиметров. Вилла Четти, 618 кубических сантиметров. 132.35 миль в час. Орети Бич, 1 мая 1971. Заезд на четверть миле. Открытый класс. Вилла Четти, 600 кубических сантиметров. 12.31 секунд. Инвер Чаргил, 25 марта 1962 года. В конце 50-х годов мотоциклы Берта Монра стали настолько быстрыми, что им стало тесно на треках и пляжах Новой Зеландии. Берт решил поучаствовать в заездах на высохших озерах Австралии. Но, в 1957 году, после посещения Баннивилля, он поставил себе цель – ставить рекорды именно на этом солевом озере в Юте. На свои небольшие сбережения, и на деньги, которые дали ему друзья. В 1962 году он отправляется в Америку на старом грузовом корабле. Не имея большого количества средств, Берт во время путешествия работает коком на этом судне. По прибытии в Лос-Анджелес, Берт покупает за 90 долларов старенький универсал, цепляет к нему прицеп с индианом, и отправляется своим ходом в Юту, на соленое озеро Баннивилль. В Новой Зеландии, на родине Берта Монра, правила участия в заездах были простые. Ты приезжаешь, записываешься, гоняешь. В Баннивилле Берта не хотели допускать к заезду, так как он предварительно не сообщил о своих намерениях. Но его американские друзья, знаменитые гонщики, договорились с организаторами, и Берт получил возможность показать на что способен его мотоцикл. Всего Берт побывал в Баннивилле 10 раз. Первый раз в 1957 году, когда и загорелся идеей устанавливать там рекорды скорости, остальные 9 раз, участвовал в заездах. Когда Берт участвовал в заезде в Баннивилле впервые в жизни, он установил рекорд 178 миль в час. Объем двигателя его мотоцикла составлял 850 кубических сантиметров. Это было 20 августа 1962 года. Позднее, Берт установит еще два рекорда. 168 миль в час в 1966 году и 183 миль в час в 1967 году. Объем двигателя его скаута в то время составлял 950 кубических сантиметров. В одном из квалификационных заездов Берт развил скорость 200 миль в час. Это примерно 320 км в час. Но официально этот заезд не учитывался. После того, как его имя в американском мотожурнале написали с ошибкой, он изменил свое имя с Берт на борт. Индиан Шоут Берта Монро пережил множество поломок и падений. В жертву богу скорости было принесено множество самодельных деталей. Поршни, цилиндры, шатуны, клапаны. Но до своего главного, рекордного заезда дошел именно тот самый Индиан. С номером 50 R627. В 1971 году об Эрте Монро был снят документальный фильм именно с этим названием. В 1967 году Берт попал в аварию. На большой скорости у скалта начался вобленг, и мотоцикл с пилотом завалился на бок. В одном из новозеландских мото-журналов, Берт давал интервью. Мы мчались как бомба, падающая с бомбардировщика. На половине дистанции начался вобленг. Чтобы замедлиться, я приподнялся вверх над обтекателем. Ветер сорвал мои очки и вдавил глаза в голову, я ничего не видел. Буквально на пару дюймов мы разменулись с остальным маркером. Я положил мотоцикл на бок. В результате мы отделались всего лишь парой царапин. Вообще, список травм Берта Монро, полученных при езде на мотоцикле, впечатляет. Например, в 1916 и 1921 годах он падал на голову так, что весь день лежал без сознания. В 1927 году он вылетел с Дертовой трассы на скорости порядка 140 км в час, получив многочисленные травмы и контузию. В 1932 году, когда Берт проезжал мимо одной фермы, на него бросилась собака, в результате чего он получил сотрясение мозга. В 1937 году, во время заезда по пляжу, Берт врезался в другого гонщика, выбив все зубы. А в 1959 году, во время дрэк-заезда, Берт упал и содрал кожу во всех мыслимых местах, а также раздробил один сустав на пальцы. В конце 50-х годов, Берт заболел ангиной. Болезнь дала осложнение, и в 1977 году у него случился инсульт. Ранее, в 1975 году, вследствие ухудшения здоровья, врачи запретили ему участвовать в официальных заездах. Но, тем не менее, Берт продолжал гонять на своих мотоциклах, Индиан и Вилачетти. Доктора считали, что его здоровье было подорвано многочисленными травмами, полученными при аварии. Понимая, что после инсульта ездить он уже не сможет, но желая оставить свои мотоциклы на родине, он продал их местному энтузиасту. 6 января 1978 года, после дневной прогулки, сердце Берта остановилось. Ему было 78 лет. Сейчас его мотоциклы находятся во владении одного из клубов мотоэнтузиастов Южного острова. В 2005 году по истории жизни и приключений Берта Монро был снят фильм «Самый быстрый Индиан», который дал новозеландскому гонщику мировую известность.